Здравствуйте, меня зовут Абдуллаева Айшат Якубовна и моя сегодняшняя тема спинномозговая жидкость, механизмы ее продуцирования, состав, циркуляция, изменения при заболеваниях нервной системы, спинномозговая функция. Спинномозговая жидкость, ее еще называют ликвором. Жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликвопроводящих путях, субархиноидальном пространстве головного и спинного мозга. Кроме того, в ликворе имеются вещества, которые перерабатывают поступающую кровь с ее разложением на полезные питательные элементы. Вместе с этим происходит производство достаточного содержания гормонов, которые влияют на эндокринную, половую и иные системы организма. Здесь мы можем ознакомиться с составом ликвора, в котором содержатся лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и так далее. Ликвор. Ликвор. Механизм продуцирования ликвора. Спинномозговую жидкость секретирует в желудочке мозга клетки сосудистого сплетения. Из латеральных желудочков спинномозговая жидкость отекает в третий желудочек, а затем переходит по водопроводу мозга в четвертый желудочек. Оттуда спинномозговая жидкость стекает в субархиат. Субархноидальное пространство через срединную апертуру и боковую апертуру четвертого желудочка. Часть спинномозговой жидкости субархноидального пространства стекает через большое затолочное отверстие и доходит до поясничной цистерны в течение 12 часов. Из субархноидального пространства нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость направляется вверх и омывает поверхность полушарий мозга. Затем спинномозговая жидкость реабсорбируется в кровь через грануляции паутиновой оболочки пахеоновой грануляции. Здесь мы можем увидеть этот процесс, сосудистое сплетение, дальше направление. Можно рассмотреть схему циркуляции спинномозговой жидкостью. Изменение ликфора при заболеваниях нервной системы по внешнему виду при патологии она может быть мутной, кровавой. Кровавленные первые капли обычно вызваны повреждением локальных вен во время пункции. Если жидкость бесцветная, вероятно это травматическое субархноидальное кровоизлияние. Плеоцитоз – это повышенное содержание клеточных элементов в ликфоре. Характернейшая черта изменений спинномозговой жидкости по числу клеток различают сирозные и гнойные менингиты. В начальной стадии развития менингита имеет место повышение внутричерепного давления, а затем в ликфоре отмечается нейтрофильный маловыраженный цитоз. У большинства больных с гнойным менингитом с первых дней болезни отмечается понижение уровня глюкозы. При туберкулезном менингите спинномозговая жидкость прозрачна, бесцветна или слегка аполисцирует. Спинномозговая пункция – это важнейший диагностический метод при ряде неврологических и инфекционных заболеваний, а также один из путей введения лекарств и средств для анестезии. Показания к проведению спинномозговой пункции. Вероятная инфекция мозга и его оболочек. Диагностика внутричерепных кровоизлияний. Определение ликфорного давления. Введение контраста при рентгенографии. Удаление избытка ликфора и уменьшение внутричерепного давления при гидроцефалии. Техника проведения спинномозговой пункции. Первое. Пациент в положении больного лежа на боку с приведенными к груди коленями. Пояснично-крестцовая область обрабатывается раствором бетодина. И обкладывается стерильными простынями. Далее выполняется инъекция местного анестетика. И вводится игла по средней линии между L5 и S1 позвонками у новорожденных. Или же L4 и L5 у младенцев. И между L3 и L4 у детей более старшего возраста. Игла должна вводиться с мандреном. После прокола мандрен убирается. И с помощью манометра измеряется первоначальное давление ликвора. Ликвор спонтанно вытекает и забирается в стерильный сосуд. После взятия жидкости на исследование должно быть вновь измерено ликворное давление. То есть давление закрытия еще называют. По завершении процедуры в угловно вставляется мандрен и она вынимается. На место пункции накладывается повязка. На этом у меня все. Спасибо за внимание.